Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее утро 16 ТВЭТа. Сегодня у нас 16 число месяца ТВЭТ. 20 декабря по Григорианскому календарю новому, потому что я сейчас... И какое сегодня число по мусульманскому календарю, я не знаю, к сожалению, но есть какое-то сегодня число и по мусульманскому календарю, и по календарю мая. То есть есть, оказывается, и календарь мая, который они по-своему когда-то делали. То есть мы живем в мире, который создан творцом, создателем мироздания, и который потом своими мыслями, идеями и словами досоздают люди. И тот мир, в котором мы оказываемся в итоге, тот мир, в котором мы в итоге оказываемся, он состоит на 99% из того, что мы создаем своим восприятием. То есть человек воспринимает из мира то, что он себе сформулировал своими словами. Мало этого, есть еще более глубокая такая штука, которая просто фантастически, если понять, как она работает, то, ну просто меняет все в жизни. У каждого человека есть намерение, главное намерение. Вот когда-то Эйнштейн по этому поводу говорил, что главный вопрос для человека – это вселенная, он называл это вселенная, дружественная к тебе или нет? То есть если у тебя намерение, да, глубинное твое убеждение одно, что вселенная дружественная, что Всевышний тебя любит, да, он называл Бога Вселенной, то тогда у тебя вся твоя жизнь, она меняется. У тебя созидание, у тебя радость, у тебя все события какие-то хорошие. Если вселенная к тебе негативная, да, ты в это веришь, то тогда жизнь такого человека – кошмар, страх и ужас. И вот интересно, что те люди, которые, возьмем крайний случай, да, крайний случай – это параноик. Параноик – это тот, кто верит, что весь мир против него, и все на него нападают. И этот параноик, он так себя загоняет, был Хемингуэй параноик, он убил себя, он себя убил, он просто взял и закончил жизнь самоубийства, потому что он был, у него был приступ вот этой паранойи, ему казалось, что за ним следят. Ну, вы знаете, что самое интересное, что его лечили от параноии, а по факту выяснилось лет через 50, что за ним следили, что за ним, правда, следили, там, ФБР, ЦРУ, за ним следили, а врачи думали, что он параноик, и лечили его от параноии. И он в итоге стал параноиком и застрелился. Представляете, вообще жуткая история. Но вот когда мы смотрим на мир и думаем, что мы знаем, а любой параноик думает, что он знает, что за ним следят, а оптимист, он уверен, что все будет хорошо, что за ним не следят, а хотят взять у него автограф, да. То есть параноик, он думает, что вот эти люди, которые за ним идут, за ним следят, а оптимист думает, что они хотят взять у него автограф. Реалист по факту, а эти люди идут по своим делам, и вообще они идут в другую сторону, и он их не интересует. Ну, у человека есть миллион возможностей, а есть человек, который может быть углублен в себя, и вообще не замечает, что за ним кто-то идет. А есть человек, который идет и повторяет, как великие мудрецы повторяли слова Торы, и они вообще не находились здесь. То есть он вроде тело здесь, а он идет и размышляет, что же вот сегодня такой отрывок интересный про Маше Рабейну. Прям как же так? Почему вот Маше Рабейну? Это была задумана у него судьба такая была, или это была у него свобода выбора? Если Всевышний его вел, так не было свободы выбора. А если была свобода выбора, значит, как же объяснить все эти, казалось бы, невероятные стечения обстоятельств? Давайте почитаем сегодня отрывок из недельной главы и постараемся в этом разобраться. Значит, и позвал царь Едипта Милдот, это повитух Акушерок, и сказал им, как говорит, что же вы делаете-то, вы мой приказ не выполняете, почему вы мальчиков оставляете в живых? А вы помните, что египетский фараон, как и большинство фараонов современности, они не имеют такого понятия как признание добра, да? То есть они действуют исходя из своих личных, сиюминутных интересов, и сегодня в политике, как они говорят, нет там дружбы, нет честности, есть интересы, да? И вот этому фараону было уже неинтересно, чтобы еврейский народ занимал хорошие там посты, и работали на благо Едипта, он решил их всех поработить и сделать рабами. Сделали их рабами, они размножаются и размножаются, значит. И он тогда что решил? Он решил, что надо убивать мальчиков, а девочек надо воспитывать как египтянок. И он сказал еврейским повивальным бабкам, повитух Акушеркам, чтобы они убивали мальчиков, а они не убивали мальчиков. Он им говорит, а что же вы не убиваете мальчиков? Они говорят, а евреите они рожают сами, они не ждут Акушерок, у них домашние роды, значит, они все владели, значит, друг грешской техникой домашних родов, и рожают они как животные, рожают животные, животные же не зовут Акушерок. Вот они не зовут Акушерок. Значит, и понравилось Сесильному то, что они сделали, и он сделал, значит, он их тоже благословил, этих повитух, и потом от них пошли, от одной пошли цари еврести, от другой пошли, значит, пророки. Да, доброе утро, Раиса Васильевна. То есть Всевышний, тут тоже мы видим, то, что называется на востоке карма, то есть каждый поступок вызывает последствия. Иногда человек делает какой-то поступок, как есть знаменитая история, в Америке был один человек, Чарльз Шваб, он работал продавцом в магазине, и какой-то бабушка, был дождь, она остановилась под козырьком магазина, а он дал ей стул. Говорит, женщина, сядьте, отдохните там, и так далее. Пожила женщина. Женщина пришла, и сыну своему говорит, какой хороший был добрый продавец, он мне так помог, рассказала историю. Сын говорит, а ну найти его, позвали этого продавца, а это был Эндрю Карнеди, который потом стал самый богатый человек в Америке, а Чарльз Шваб, он вырос из его помощника, так как он взял его, за то, что он был добрый, помог его маме, взял себе в помощники в личные, то он потом стал его генеральным директором всех его заводов, тоже мультимиллионер, и так далее. То есть мы видим, как один хороший добрый поступок может человеку просто изменить всю жизнь. И здесь по витухе они, значит, сказали, мы убивать не будем, и, значит, всесильный, он сказал, за то, что вы здесь спасали детей, рискуя своей жизнью, за это, значит, ваши дети будут иметь благословение, особенно на годы вперед. Хорошо. Значит, теперь фараон, тогда он говорит, вот приходит особый день, сказали его звездочеты, что в этот день родится спаситель, который выведет народ Израиля, и который изменит мир, да, то есть он сбросит власть Египта, и, значит, выведет мир под власть Всевышнего. Но, когда звездочеты и маги, они это видят, они видят вперед, они видят какое-то потрясение, они видят, что произойдет изменение. И действительно, когда Всевышний дал Тору еврейскому народу, в мире произошло изменение вообще, то есть вот Тора, да, она изменила мироздание. Сегодня мир такой, потому что есть Тора, которую христиане называют Библия, и, в принципе, вся западная цивилизация называется Иудея, христианская цивилизация. Христианская Библия построена на четыре пятых из книг, которые входят в тонах письменная Тора, пророки, писания, и одна пятая, если вы посмотрите по Википедии, Новый Завет занимает, если взять по объему, примерно одну пятую из христианской Библии, а четыре пятых занимают книги, которые евреи называют Тора. То есть Тора является основой того мира, который, в принципе, построила христианская цивилизация, потому что сегодняшний мир это последствия Римской империи и так далее. Хорошо. Значит, но фараон этого боялся. Фараон это было как государство, которое было, представьте, своя вообще, свои пирамиды, свои идолы, каждый свой календарь, своя абсолютно там полностью выстроенная культура жрецы своей, династии. Фараон тысячи лет стоял этот Египет, и тут вдруг они видят, что скоро это все разрушится. И действительно, есть документальные подтверждения. В Лондоне, в Британском музее есть папирус и пувера называется. Нашли папирус и пувера, который описывает с египетской стороны, что происходило при исходе из Египта. И вот эти все 10 казней, которые описаны в Торе, полное разрушение, разрушение, вся армия утонула, там все, все описано в этом папирусе, точно как в Торе, только по египетски. Значит, и они это видели вперед, и боялись. И фараон говорит, значит, всему своему народу, говорят, всех убивайте. Значит, не только евреев убиваем, убиваем вот в этот день, когда должен родиться их спаситель, убиваем всех мальчиков. Представляете? Ну, действительно, а что было для любого такого настоящего правителя, как там Александр Матидонский, этот Ленин тот же, да, или возьмем Гитлер, чтобы стерлась его имя. Для него убить там 10-20 тысяч человек, это было вот как для обычного человека кофе попить. Значит, он сказал всех бросать в реку. И дальше Тора рассказывает нам как бы другой ракурс, берет другой ракурс и говорит, а теперь мы вам расскажем, что было с другой стороны. Написано, дом, человек, мужчина из дома Леви, он пошел и женился на дочке Леви. Рассказывается история родителей Машера Бейну. Они женились, как нормальные люди, женятся, все, и, значит, и родился у них ребенок. То есть, здесь у Снатора нам рассказывает, что у них до этого уже было двое детей, Аарон, это старший брат Машера Бейну, и Мириам, старшая сестра Машера Бейну. Потом, когда начали убивать мальчиков, он сказал, что я не буду жить с женой, чтобы не рожать детей, которых убьют, а его дочка Мириам сказала, папа говорит, фараон убивает только мальчиков, а ты убиваешь, говорит, и мальчиков, и девочек, потому что так, если ты женишься, хотя бы девочки останутся в живых, а если ты с мамой перестанешь жить, тогда и девочек не будет. И он вернул тогда свою жену и говорит, мое дело выполнять волю Всевышнего, плодитесь и размножайтесь. Всевышний, он разберется со своим миром и он знает, как этим миром управлять, поэтому я, и он был, так как он был очень влиятельный в колене Леви, по-моему, даже он был глава колена Леви, то за ним все остальные тоже вернули своих жен и опять начали с ними жить и рожать детей. Несмотря на то, что был приказ мальчиков еврейских убивать. А в этот день всех. Значит, и вот родила эта женщина и родила Анна Машер Абену. Но как сделал Всевышний тот день, когда звездочеты этого фараона Мади сказали, что он должен родиться, а он родился за три месяца до этого. То есть, она родила его преждевременные роды, шестимесячным, и прятала его прятала его три месяца. И когда она увидела, что больше она его прятать не может, потому что он и кричать уже начал, и он очень развивался, и следили там, у них тоже учет был у египтян, кто когда должен рожать. В общем, этот день вот этот вот приближался, и она решила, что это как раз мы видим, вот насколько Тора нам дает вот такую модель поведения, что когда ты не знаешь, что делать, и когда ты пытаешься свою жизнь удержать в руках, и что-то ты пытаешься, отпусти, просто отпусти. И она взяла корзинку, в эту корзинку обмазала ее глиной и смолой, положила туда ребенка, поставила на речку, и говорит, все значит, Всевышний, я родила, ребенок твой, дальше как будет, так будет, посмотрим. И она отпускает, отпускает она эту корзинку, и корзинка уплывает, уплывает корзинка, и что? И что? А сестра Мириам решила посмотреть, и что? Ей было интересно, и она, значит, идет вдоль берега Нила, и смотрит, значит, что же дальше-то будет. И дальше жизнь, она, вот иногда смотришь сериал, думаешь, Таня не может такого быть, а в жизни такое может быть, что просто, ну, невероятные вот такие вот переплетения. В это время дочка фараона спустилась к рите, и она спустилась к рите, и вдруг она видит корзинка, она говорит, а ну-ка, что за корзинка? Выточили корзинку, и что в корзинке мы видим? открыла и увидела ватифтах ватиреу, и увидела она его, а елит, вот этот ребенок лежит, и он, вдруг он начал плакать, а написано в Торе, ве ины наар бухе, наар это подросток, он начал плакать таким вот оперным голосом, как подросток, вообще, ну, необычно, и было вокруг него сияние, и она, значит, жалилась над ним и сказала, наверное, это ребенок из евреев, которых мама, отпустила, да, отпустила, ну, наверное, он из евреев, но она же дочка фараона, а дочке фараона законы не писаны, власть всегда была, знаете как, говорят, что власть служит там народу и так далее, это все рассказы, власть, она властвует над народом, и, значит, дочка фараона, ей законы все не писаны, и она говорит, давайте его оставим, и говорит она, давайте-ка позовем кормилицу еврейку, чтобы она его выкормила, потому что что-то он не хочет у египтянок молоко пить, и вообще, значит, давайте позовем еврейку, и что, и тут подбегает, подбегает Мирям, говорит, здрасте, есть у меня одна на примете, и, значит, сказала ей дочь Паро, Гатумр-Лабад Паро, иди, говорит, и позови, сейчас найди кого-то, чтобы мы будем платить, и она будет кормить, представляете, и мама Машера Бэйну стала у него платной кормилицей, представляете, то есть, она получила билет, доступ во дворец, и, значит, хорошее питание, и приходила, кормила своего же ребенка за деньги, вот такая вот в жизни бывает история, подросло дитя, когда ребенок подрос, значит, дочка фараона приходила с ним, может, когда поиграться, но, в принципе, она ждала, пока он станет более такой осознанный, и вырос ребенок, и привела она его к дочке Паро, и вот он стал ей как сын, и назвала она его именем Моше, интересно, что имя Моше, это имя, получается, египетское, она его назвала Моше, и сказала, что вот так вот, так как я тебя из маем, из воды я тебя вытащила, значит, у тебя имя Моше, вытащено из воды, что было дальше, мы узнаем завтра, с Божьей помощью, и мы видим, что действительно жизнь, она непредсказуемая, жизнь, она просто невероятно интересная, и человек, он все пытается удержать, ему кажется, что он управляет какими-то процессами, он смотрит, он смотрит, значит, там новости, ему кажется, что он вот сейчас, он все себе там организует, по факту, по факту, если отпустить жизнь, и быть в ней, как, вот я недавно смотрел, такое, слышал такое сравнение, что если рассматривать жизнь как игра, как набор аттракционов, горки, американские горки, там, колесо, обозрение, и так далее, и ты понимаешь, что ты проходишь жизненный свой этап, один, это вот материальный мир, набираешь впечатлений, набираешь баллов, набираешь, набираешь жетонов, для жетона, это твои заповеди, добрые дела, и тора, и дальше у тебя есть такой парк аттракционов, это рай, что, что вообще просто фантастически интересный, и если человек относится к жизни так, то тогда он проходит сквозь эту жизнь, и, и, значит, для него все это как квест, я вспоминаю, слышал, и читал много рассказов про Равыцкая Козильбера за царь, как вот, например, один рассказ, вот, чем не квест, ему сказали, что есть одна женщина, которая, бухарская женщина живет в Иерусалиме, и, значит, ей нужно, у нее муж где-то там в Таштенте, бухарский еврей, и получилось получить, что надо взять для нее дед, они развелись, но разводного письма он ей не дал, и нужно было сделать это разводное письмо, потому что без разводного письма женщина считается замужней, если она потом, если она религиозна, она не может выйти замуж ни за кого, потому что она не может выйти второй раз замуж, это страшная вещь, если она не религиозна, она говорит, да, мне все равно, выходит второй раз замуж, и получается, тот, кто на ней женился, постоянно нарушает заповедь, и он живет, получается, с замужней женщиной, и дети, которые у них рождаются, получают статус мамзера, и потом, если дети становятся религиозными, и хотят жениться, они не могут, по закону незаконнорожденной, не может жениться на законнорожденной, и там целая, ну, целая проблема из-за этого, и он спасал таких женщин, и он знал, что эта женщина, она живет в районе Дилон, но не знал где, и не знал даже, как ее фамилия, и надо было ее найти, и он три дня ездил по автобусам, заходил в автобус, и кричал, кто-то знает Свету из Таштента, на русском кричал, но в автобусе нет, он выходит на следующей остановке, садится в другой автобус, кто-то знает здесь Свету из Таштента, и так он ездил три дня, нашел Свету из Таштента, оформил ей дед, она стала разведенной, и он, его в то время помощник, Иуда Гордон, он рассказал эту историю, он говорит, я такого счастливого человека не видел никогда в жизни, он радовался, как будто бы он миллиард долларов заработал, найдя эту Свету из Таштента, и выполнив такую сложную заповедь, и он, он просто, можно сказать, мешок жетонов набрал, и в раю там, когда он придет, Травец как Зильвер, то понятное дело, что это будет ему там очень хорошо. Все, всем удачи, успехов, и каждый выбирает, на что обращать внимание, каждый выбирает, как себе интерпретировать и то, что услышал из Торы, и то, что слышит от других людей, и то, что слышит в своей голове, и поэтому это и называется свобода выбора, свобода интерпретации, свобода решений, свобода размышлений, а уже что будет в реальности, этим управляет, этим управляет, кто Всевышний, то есть реальность, она управляется Всевышним, а интерпретация реальности у себя в голове управляет сам человек. Все, удачи, успехов, всего хорошего, до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok,